Все топовые лиги, в принципе, сейчас, ну, хотят, чтобы я у них подрался. Скажи, насколько сложно было драться в таких перчатках? Не удовлетворил себя, ничья была. Ваш боксерский поединок с кровопускателем признали несостоявшимся. Почему вообще так вышло? Ну, там вышло сначала победу мне отдали. Ты бы хотел взять реванш за своего друга? Да, без проблем. Совсем скоро твой друг Жень Моряк планирует провести второй бой с Марифом Пераевым? Ну, я думаю, 65 на 35. Самые сильные стороны Джанго? Ну, последний бой показал, что у меня очень много ошибок, есть над чем работать. И даже хорошо, что так случилось. Друзья, всем привет! С вами Батяна Анастасия и это Гагарин ТВ. Сегодня у нас в гостях боец на голых кулаках и с недавних пор профессиональный боксер Владимир Джанго Чебутарев. Вов, приветствую. Очень рад тебя видеть. Мы общались с тобой буквально полгода назад. Расскажи, пожалуйста, что поменялось за это время в твоей жизни? Да, последний раз мы с тобой виделись в мае. С того момента я провел 4 боя или 4 или 5. Все победил. Ну, последний, конечно, не удовлетворил себя, ничья была. А так, в целом, дебют в профессиональном боксе. Еще подрался на кулаках. И в промоушене хай-файтинг еще я дрался. Тоже победил. Ваш боксерский поединок с кровопускателем признали несостоявшимся. Почему вообще так вышло? Ну, там вышло сначала победу мне дали. Из-за рассечения все было моего. Он меня ударил головой, ну, не специально, и у меня потекла кровь. И бой остановили. И судья сказал, типа, все. Ну, а я бой вел. То есть, ну, каждый раунд все я забирал. И сначала победу мне дали, затем, ну, приняли решение. И мы против не были, что бой признан несостоявшимся. Скажи, насколько сложно было драться в таких перчатках? Да, было непривычно, потому что было ощущение иногда, что вот как будто дерешься такими маленькими подушечками. В целом, нормально. Знаешь, что совсем недавно ты получил лицензию боксера, и теперь все твои бои пойдут в профрекорд? Боксерские, да. Скажи, пожалуйста, как ты видишь свою боксерскую карьеру в дальнейшем? В целом, да. По большей части я нацелен именно на профессиональный бокс. Но у меня при этом очень много предложений от других лиг. Вот, допустим, сейчас с Махачем на связи. Вот, писали моему тренеру-менеджеру. Потом Харкор. Все топовые лиги, в принципе, сейчас хотят, чтобы я у них подрался. Совсем недавно телеканал Матч ТВ провел мероприятие под названием «Тройной удар», где ты провел поединок против бойца ММА Василия Зубкова. Ваш бой закончился в ничью. Скажи, пожалуйста, удивили ли тебя судьи своим решением? Нет, не удивили. И Зубков меня не удивил. Я сам себя удивил тем, что в первом раунде этот удар глупый пропустил. Он мне все, в принципе, и перечеркнул на бой. Я растирался. Было видно по мне, что я вообще дезориентирован. И, в принципе, так и было. Потому что после пропущенного удара удар не был сильный. То есть я сразу устал. Но я не видел этим глазом вообще. Там видно на видео, как я бью. Пытаюсь, ну, как будто, чтобы глаз включился. Я приехал домой, я только в 3 часа ночи начал нормально видеть. То есть у меня фокусировка полностью сбита была. И вот, да, из-за удара. А так, я уверен, если бы удар не пропустил, я бы перебил спокойно весь бой был и забрал. Но публика чуть давила. Матч ТВ, вот это, ну, давление чуть-чуть было. Растирался, потому что первый раз еще в жизни в нокдауне. То есть оно в целом в башке окрудилось. И ничего, опыт. Сейчас работаем над ошибками, сделаем. Я думаю, реванш у нас неизбежен. Все, расставим на свои точки. Смотри, также на этом мероприятии выступал Тимур Никулин. Да. В один из дней. И удивил ли тебя исход боя Тимура и Стуцеренко? Да, конечно, удивил. Потому что Тимур мой друг, я за него болел. Мы вместе готовились. И считаю, что это был, ну, больше считаю, что это такое, более лаки-пани был. Ну, то есть Тимур бой вел, он его перебивал, застоялся. Ну, и Стуцеренко тоже отдаю должное, он в новом пути, так сказать. Ты бы хотел взять реванш за своего друга? У Стуцеренко? Да. Было бы тебе это интересно? По правилам бокса, да, без проблем. Ты сказал про то, что у тебя есть предложение от Махача, да, вы там ведете сейчас некоторые переговоры. Есть ли уже, может быть, понимание, в какой организации ты бы хотел провести свой следующий поединок? И от чего это зависит? Ну, я думаю, по большей части сейчас уже от гонорара. Не от соперника? Тут просто, да, такой вопрос. Ты либо за соперником идешь и получаешь не очень много, к примеру, либо ты идешь просто за гонораром и неважно, кто станет твоим оппонентом. Я, честно, я даже сейчас не знаю, как лучше будет. Вот как мы с командой решим, так и будет. Не могу однозначно ответить. Совсем скоро твой друг Женя Моряк планирует провести второй бой с Марифом Пераевым. Как ты оцениваешь шансы Жени в их втором поединке? Ну, думаю, может, чуть-чуть будет посложнее, но уверен, что Женя выиграет. А если процентное соотношение, например, на бой, твой прогноз? Ну, я думаю, 65 на 35. Ты не думаешь, что Марин за это время, пока у Моряка простой определенный, мог набрать? Я уверен, я же говорю, поэтому будет сложнее. Ну, не знаю, просто посмотрев, еще по каким правилам будет. То есть, если в МВ-пречатках, я думаю, чуть-чуть Марифу будет легче. Если на кулаках Женя будет, я думаю, как рыба в воде. Давай поговорим немножко о трештоке на пресс-конференциях. Считаешь ли ты, что, чтобы тебя заметили, тебе стоит больше говорить? Ну, я думаю, меня и так замечают, и я так выделяюсь. Ну, когда как. Я думаю, если меня выведут, я начну говорить. Пока прям так, чтобы на кого-то разовать, там, как все. У меня так много. Смотри, да, вот тут вопрос просто в том, что, может быть, если начать говорить на пресс-конференциях, кого-то задевать и там... Я не могу это делать наигранное. Я, то есть, ну, мне надо... Ну, если меня прям заденут, там, за живое, вот соперник мне что-то скажет, я думаю, да, начну. Ну, то есть, все возможно, правильно? Конечно, конечно. Вопрос в том, какое отношение будет вызывать соперник. Ну, да, я тоже особо не молчаливый такой. Считаешь ли ты, что трешток – это показатель роста популярности спортсмена? В поп-ммэй, да. В поп-ммэй, да, но сейчас многие ребята из поп-ммэй хотят прийти в профессионалы. Например, тот же Тимур Никулин. Да. Как ты оцениваешь его трешток перед поединком со Стуцеренко? Когда он принес платье на пресс-конференцию? Ну, я скажу, этот трешток – это, наверное, одно из самых слабых, что Тимур делал по сравнению со всеми боями. То есть, ну, если вы смотрели его раньше конференции, интервью, он намного жестче был и намного все было хардкорнее. А так, ну, это такое, я думаю. У них не было прям такой личной неприязни. Это вот на уровне, я думаю, такого соцсетей просто у них было и все. Что, на твой взгляд, для спортсмена важнее? Просто желание выходить в клетку или же наличие жесткой дисциплины? Наличие жесткой дисциплины. То есть, важнее не просто хотеть побеждать, а стремиться к этому именно ежедневными тренировками. Ты в дисциплине не победишь. Ты же, ну, тебе же в бой надо готовиться. А как, ну, как ты можешь выйти на бой не готовый? Ну, да, ты хочешь, да, но у тебя просто, ну, что-то-то откажет, не позволит тебе, и вот ты из-за этого проиграешь. Я сам в этом моменте сейчас, так сказать, прогрессирую в дисциплине, но все. Самые сильные стороны джанго? Ну, я думаю, мои ноги. Да, я за счет ног все бои. Все бои у меня за счет ног. Я хорошо двигаюсь, и тайминг, я думаю, у меня хороший. Но последний бой показал, что у меня очень много ошибок, есть над чем работать, и даже хорошо, что так случилось. Спасибо. Я желаю тебе удачи в дальнейших твоих поединках. Уверена, что впереди нас ждут только победы. Спасибо.